Говорят, во времена большого террора приговоры приводились в исполнение прямо в подвалах судов. Сегодня в этих подвалах пытают и бьют подсудимых. Привет, это Дима, живой и здоровый, но слегка помятый и очень злой. То, о чем я расскажу вам, не вопиющий случай, а стандартная практика, существование которой не хочется замечать, пока она не коснется вас лично. — Руки! — конвоир протянул наручники в окошечко аквариума. — Старшой, по времени, не закончили же еще. — Подошел сюда, я сказал. — Руки давай, заседание окончено. — Да подожди ты, судья в зале еще, а мне с адвокатом надо пообщаться. Аквариум открывается, конвоир силой заковывает меня в наручники за спиной и утаскивает за дверь. — Это то, что вы могли видеть. А за дверью другой мир. — Изнанка здания суда, скрытая от посторонних глаз. Сеть коридоров и лестниц, связывающая все залы с камерным блоком в подвальном помещении или на цокольном этаже. В камерах — арестанты, ожидающие своего заседания или возвращения в тюрьму. В пустых коридорах — тишина, нарушаемая обычно только звуком шагов конвоя и лязгом дверей, но с пугающей частотой, заполняемая криками. С заломанными за спиной руками меня спустили по лестнице. Когда дверь камерного блока закрылась за нами, конвоир выключил свой видеорегистратор, и мне прилетел удар кулаком под дых. — Ты че, сука, акуел? — вырвался у меня сам с собой вполне резонный риторический вопрос. Такой наглости и глупости, я, признаться, был удивлен. В ответ последовало несколько более сильных ударов, сопровождаемых оскорблениями и бравадой о том, что ему за это ничего не будет. А я занимаюсь херней. И совсем страх потерял. Я, переводя дух от ударов, на понятном языке объяснял собеседнику, что он не прав в частной ситуации, да и в целом так себе человек. С каждым ударом делать это становилось сложнее и сложнее. Вскоре я повалился на пол, а мент поволок меня в сторону туалета. На шум прибежал второй конвоир, но никакого участия в процессе не принял, а просто стал наблюдать, заодно прикрывая собой камеры. Первый, затащив меня к туалету, резко вывернул вверх левую руку. Я закричал от боли, и со стороны камер послышались удары в двери. Арестантская солидарность. Происходящего они не видели, но прекрасно понимали, что значат эти звуки. Боль в плече и запястье была невыносимой. Наручники глубоко врезались в кожу, пальцы онемели. Я кричал, что было сил. Мужики колотили в двери камер, а конвоир продолжал сыпать оскорблениями и угрозами, пытаясь окунуть меня головой в унитаз. Я отчаянно вырывался, работая ногами, головой, зубами, словно загнанный зверь. Спустя сколько-то минут или секунд сказать невозможно. Он оставил эти безуспешные попытки, уложил меня на пол и перешел к любимой теме всех извращенцев в погонах. Сейчас выебу тебя дубинкой и обосу! Медленно проговорил он, замахиваясь, поочередно нанося удары по затылку и по ягодицам. Сил отвечать уже не было, и я только тяжело дышал, уткнувшись лицом в пол. — Заканчивай, Тома, и иди сюда! — послышался голос старшего смены из коридора. Он повиновался зову начальника, и мы остались со вторым конвоиром. Тот расстегнул мне наручники, предложил мне умыться, усадил на лавку и пристегнул меня к ней, наставляя, что распоряжение надо было выполнять сразу и что оскорблять сотрудников нехорошо. Хорошо ли все остальное? Он, сказать, затруднялся. Ничего не видел и не слышал. Через несколько минут вернулся первый мент. Весь красный, с круглыми глазами на выкате. Он молча отвел меня в камеру, где я сходу выложил все немного обеспокоенным, но не сильно удивленным арестантом. Они, конечно, выслушали и поддержали, но то, что в московских судах работают беспредельщики, для них не стало новостью. С СИЗО ситуацию также восприняли как дежурную. По приезде я сразу же обратился к врачу, который зафиксировал побои, выдал обезболивающие и посоветовал разрабатывать большие пальцы. По его словам, защемление нервов типичное последствие применения спецследств. «Из какого суда приехал?» «Ну да, слышал. Они там не церемонятся», заключил доктор то ли с сочувствием, то ли с одобрением подобных практик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...